Самый умный город Лазурного берега, так во Франции называют Софи-Антиполис. Это крупнейший технологический парк, центр научных исследований и разработок, которые привлекают внимание ученые-элиты со всей Земли. Его история началась в 1972 году с небольшого поселения в окрестностях Ниццы. За четыре десятилетия технопарк значительно разросся. Сегодня в нем работает порядка четырех тысяч научных сотрудников. Один из создателей центра, предприниматель Доминик Фаш, вспоминает, в начале 70-х французский город науки создавался практически с нуля. Гость из Франции видит Крым инновационным центром России. По его мнению, сейчас полуостров нуждается в современной инфраструктуре, дорогах, гостиницах, парках развлечения и спорткомплексах. Кроме того, здесь нужно развивать бизнес, туризм, сделав акцент на культурном направлении. Культура – это не только просто какой-то второстепенный элемент развития городов, территорий. Культура – это основной. Посмотрите, пример прибавок. Старый, бюджетский, испанский город, северо-промышленный город. Они сделали вот здесь, в ГУДА. Этот город стал новейшим молодым городом. С развитием. То есть, это пример, как культура может менять полностью логику города и развития города. Концепция создания технопарка сейчас прорабатывается правительством Севастополя. Ее реализация займет не один год. Губернатор Сергей Миняйло отметил, развивать научный центр планируется на базе Севастопольского государственного университета. У нас в Севастополе есть все необходимое для того, чтобы тот технопарк, который мы предполагаем или хотим здесь построить, вышел на уровень лучших в России. Та история, которая сегодня в Севастополе есть, и в плане развития как нашего университета, так и других направлений, позволяет нам говорить о подготовке высокопрофицированных специалистов, которые смогут стать полноправными резидентами Севастопольского технопарка. Подробнее французский опыт создания технопарка и возможности применения технологии в Крыму Доминик Фаш обсудит с губернатором Севастополя. На вторник намечена рабочая встреча по этому вопросу. Анастасия Синица, Максим Трофимов, информационный канал Севастополя.